здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала с вами юлия и вы находитесь на канале вышивки крестом я начинаю снимать заключительную серию по отшиву моей подушки огонь это фирма панна опять же показываю обложку напоминаю какому итогу я стремлюсь и покажу вам что у меня получилось вышить буквально за один день то есть вчера вечером я села за вышивку и вот такой небольшой фрагмент у меня получился немного получилось вышить крестиков здесь где-то 700 а как я говорила полностью чтобы мне завершить этот четвертый этап мне нужно вышить примерно 7300 крестиков вот будет у меня сегодня также вечером немножко времени опять сяду за вышивку есть участки которые зашиваются одним цветом и соответственно здесь идет быстро работа есть вот такие вот участки где здесь буквально вышивается по 234 крестика одного цвета часто приходится менять ниточку иногда ниточку я вывожу на лицо и зашиваю но чаще стараюсь закреплять на изнанке чтобы меньше было хвостиков хотя вот когда спешу и мне лень туда-сюда крутить рамы я иногда все таки закрепляю ниточку придерживая с изнанки вот так вот рукой хвостик то и зашиваю делу первый крестик ниточка закрепляется но с изнанки остается маленький хвостик хочу себя отучить вот от такой вредной привычки хвостика становится меньше но пока еще есть сейчас не буду переворачивать раму а когда уже все вышью тогда я в итоге покажу конечно и свою изнанку хотя изнанка она в общем то кому интересно особо никому не интересно потому что это будет скорее всего картина и она оформится в рамку а когда мы оформляем в рамку там изнанка вообще никому не видно и никому не нужна самое главное чтобы не было узлов больших протяжек за счет чего вышивка могла бы уплотняться и при натяжке образовывались бы бугры вот в чем весь смысл а если она в общем счете изнанка гладкая аккуратная может быть где-то какие-то протяжки ниточки то это при оформлении никакой роли не сыграет вот в чем вся суть да ну что я пойду вышивать и потом покажу вам что получилось сегодня понедельник и спешу показать вам то что у меня вышилась за воскресенье за целый день вечер я отрывалась по полной и вышивала дело в том что муж повредил колено и поэтому он не может сейчас водить машину и поэтому мы не поехали на море и пришлось нам субботу воскресенье провести дома ну я занималась конечно домашними делами но от воскресенья у меня было много времени свободного и я вышивала вышивала и у меня получились очень очень хорошие продвижения не считала сколько по крестикам сейчас этим делом займусь буду считать чтобы читаться девочкам в совместном проекте подушка мания ну как вы видите у меня вышилась практически половина моего фрагмента то есть у меня здесь половина будет вот вот здесь на этой линии где закрыта сейчас обложкой осталось вышить совсем немножко вот сегодня вечером я думаю что я дошью уже парня буду работать над лицом головой рука часть одежды и бэкстич очень хочется вышить уже бэкстич чтобы заиграли все краски и все очертания посмотрите щит я уже полностью завершила и как красиво смотрится особенно на камеру очень нравится классно а здесь у меня будет ждать феникс вулкан много много интересных элементов очень легко красиво отшиваются вот эти облака вот хочу еще показать что они намного намного темней чем на картинке сейчас мне неудобно вам показать уже покажу когда полностью все вышью и сделаю полностью обзор вот девочки мальчики сейчас побежала я в спортзал я подключила спорт потому что надо заниматься спортом за вышивкой засиживаешься и это не совсем хорошо действует на здоровье и все я никак не могла побороться лень но вот уже полтора месяца я активно ну как активно не активно но потихонечку хожу и занимаюсь спортом мне нравится и вот и вышивку тоже не оставляю все вы должно быть в гармонии все на этом у меня этот фрагмент я думаю завершу покажу вам уже вот полностью этот элемент дошит из бэкстича сегодня вторник вечер хочу показать на каком этапе я нахожусь к сожалению мне не удалось осуществить мой задуманный план и дошить его до половины дошить парня и выполнить бэкстич как-то не шла работа и всего лишь немножко я доработала одежду какие-то небольшие участки цветов вот но надеюсь сегодня мне удастся повышевать побольше и возможно завтра я уже вам все-таки покажу этот участок полностью завершенным хочется увидеть уже лицо и все элементы выполнены полностью и обведенные бэкстича ну а дальше мне останется уже совсем как говорится чуть-чуть чуть-чуть очень хорошо повышевала на выходных в принципе впереди у меня еще целая неделя поэтому я думаю что я успею если только они какие-то срочные дела не появятся вот ну буду стараться и буду конечно же показывать что получается всем большой привет вот правда говоря человек предполагает а бог располагает хотела я снимать продолжать снимать маленькими такими фрагментами показывать как продвигается моя работа мой процесс от фирмы по на огонь но так случилось что буквально я сняла видео я его выложила дам пообещала что в следующий выходной я покажу вам постараюсь показать готовую работу мне позвонили с курсов по повышению квалификации сказали что группа набралась которую я на эти курсы я давно записана и ждала набора группы неожиданно группа собралась мне сказали что через два дня стартуем поэтому как вы понимаете планы у меня вообще очень сильно изменились конечно же я пошла на курсы курсы целый день практически как рабочий день но тем не менее я вышивала по чуть-чуть утром вечером где-то как-то украткой находила время и вышивала но единственное что снимать вот такие маленькие фрагменты видео у меня не получалось потому что знаете внимание оно сильно приключается на другую информацию информации много загрузка большая нужно готовиться к курсам и я никак не могла найти в себе силы снять и что-то рассказать как у меня идет процесс я просто вышивала и отдыхала от моих курсов и в голове моей простите не было никакой информации чтобы можно было рассказать о том как идет вышивка но я закончила я кстати планировала воскресенье закончить я воскресенье закончила мою работу утром я закончила все крестики вечером я работала с бэкстичем которого здесь очень много вот перед вами остатки я не буду на этом концентрировать никакого внимания вот такой мой самодельный органайзер который я делаю для иголочек я его пока придержу чтобы потом использовать в двух других наборах подобных так как здесь просто номера и я таким образом как бы по номерам в планшетке паркую сюда иголочки с ниточками с остатками и здесь хочу вам просто показать планшетки с нитками остатки посмотрите ниток осталось очень много причем у некоторых прям большие такие запасы можно вышивать свободно не экономя очень хорошая комплектация набора ниточки короткие но я беру по две ниточки и складываю и вышиваю в принципе меня все устраивают очень-очень удобно кстати хочу сказать что девочки у меня просили сделать подбор перевести эти нитки в ДМС пока не получилось не нашла я время я обязательно это сделаю и выложу тогда в страничке моей ВКонтакте расскажу вам что я это сделала чтобы вы зашли посмотрели я не забыла но у меня сейчас не хватает время посидеть и вот этим заняться кропотливым делом вот не буду сильно томить и отвлекать ваше внимание на нитки и на все остальное было небольшое предисловие что да как у меня происходит ну и сразу хочу показать вам готовую вышивку вот она немножечко совсем чуть-чуть не помещается в кадр но я сейчас сниму камеру со штатива и покажу вам уже с близкого расстояния или работу поднесу покажу чтобы вы посмотрели на детали на крестики на бексич и насладились уже готовым процессом потому что когда да показываешь вышивку в процессе есть разметка нитки где-то припаркованы хвостики и это не настолько эстетически знаете вот получаешь удовольствие как рассматривая вблизи уже готовую постиранную поглаженную вышивку вот она вся перед тобой красавица и можно любоваться я очень довольна результатом ярко красиво мне нравится этот дизайн он не замысловатый это не какая-то детальная проработка фотографий это стилизованный вот такое вот представление стихии это огонь и здесь у нас спартанец он в латах у него и шлем очень красивый щит все вот эти вот цвета очень гармонично смотрятся и особенно с небольшого расстояния как будто вышито золотыми нитками очень все блестит все такое красивое яркое показала мужу говорю вот посмотри это вообще подушка он говорит на подушку жалко говорит давай сделаем в картину оформим и будем любоваться потому что подушки затирается а вот картина есть картина но он тоже прав и знаете мне нравятся эти сюжеты это стилистика поэтому когда все вышьется уже полностью все четыре тогда я подам на оформление но хочу сказать что временно мой процесс по отшиву этих кружков будет приостановлен связано это с курсами опять же они забирают очень много времени и больше чем даже работа потому что нужно еще готовиться и все это читать большая идет нагрузка честно вам скажу поэтому я решила не начинать новые кружки а заняться уже начатыми процессами которых у меня много было 14 вот этот вышелся уже 13 нужно вышить еще парочку чтобы было 11 к десятке приближаться и стараться дошивать то что уже начало то что не просто начато уже хорошо выше то практически половина процессов там есть много наверное надо снять такое видео много девочек просят у всех начатых процессах так и сделаем вот ну сейчас мы говорим о моем огне наверное вот так сделаю пусть камера настраивается и потихоньку буду вам показывать внизу работы мы видим вот такие красные спирали завитушки это вот от вулкана вот эта лава растекается и перья хвост феникса вот они по всей работе внизу все обшито бэкстичем видите очень много бэкстича смотрите нога пальчики все вышито его много но он здесь такой простой он счетный видите буквально все идет по крестикам поэтому вышивается так легко даже не задумываешься что вот бэкстич как же мне собраться силами нет здесь все очень здорово и наоборот есть азарт поскорее вышить чтобы картина приобрела уже свои очертания и можно было посмотреть как это все смотрится вот он феникс мой красавец когти у него вот такие интересно сделали голову с перьями какими такими пятнами но тоже ничего прикольно хохолок у него клюв глаз вот сидит на руке видите вот и вот он парень вот такой шлем нос у него немножко крупноватый я смотрела может быть как-то переделать хотела но схема так продумана что его по-другому и не сделаешь этот нос с расстояния смотрится нормально нос как нос волосы золотые в таких кучеряшках и облака мне нравятся такие посмотрите тоже прикольно нравится фон вот этот глубокий синий цвет да сзади хорошо создает контраст с красным кстати вот сейчас на камеру я смотрю есть просветы но это из-за того что идет крупное увеличение и подсветка поэтому кажется что есть сильные просветы на самом деле все смотрится намного более сглажено да вот темные участки они немножко светятся но это только с близкого расстояния ну а картины мы все знаем потому что мы их смотрим с расстояния и вот если есть какие-то такие нюансы они абсолютно незаметны это все нам бросается в глаза только когда мы рассматриваем с очень близкого расстояния но поверьте вот я свои картины которые висят но ни одну не подхожу вот так вот чтобы прям детально там не высматриваю там крестик на своем месте не на своем все равно потом смотришь на расстояние почему-то у меня сейчас камера очень сильно врет цвета я надеюсь что при загрузке это все исправится но очень врет дает сильно в желтый здесь идет прям золотой золотой оранжевый сделаю еще фотографии может быть там будет более понятно нравится мне вот эти одежды такие греческие вообще все мне здесь нравится это мой сюжет простой но очень интересный яркий вышивается очень легко вот 14 каунт и просто крестиком в удовольствие в удовольствие мне прям очень очень нравится не показала вам вулкан поближе сейчас покажу вот он здесь очень очень много цветов прям намешано ну вышивается в принципе легко нужно запастись просто терпением потихонечку меняя ниточки вышивать буквально там два-три крестика четыре-пять и меняется и плавные переходы поэтому даже незаметно что там много цветов но смотрится очень красиво вот видно что вулкан да извержения все в огне в пламени огонь красота ну и два кружка вместе посмотрите посмотрите какая красота ветер и огонь очень идет контрастные цвета такой спокойный голубой цвет и насыщенный красный оранжевый но смотрятся вместе очень красиво вот мои два товарища вышиты следующие два набора это вода и земля там у меня две барышни но как я сказала барышня придется подождать пока я закончу мои курсы чтобы я могла сесть и действительно уделить время этому набору потому что их нужно вышивать если я сейчас открою и это будет вышиваться по два-три крестика там ну по сто по двести то результат будет минимальный процесс будет начат и опять же будет ждать времени когда я закончу с моими курсами и смогу уже полностью направить свое внимание на эти работы поэтому я вот так решила буду заниматься моими начатыми процессами вот когда все четыре вышлется тогда буду оформлять думаю будет очень интересно повесить их по по два да вверху внизу на одной стеночке у меня как раз есть такая одна стена где бы они все четыре поместились но надо будет еще померить я думаю что должны поместиться кстати по моему здесь по сорок пять сантиметров идет сама ткань надо будет померить я уже забыла так я сейчас померю и ткань и саму работу сейчас мы это все сделаем так так 32 на 32 это размер самой работы да а размер ткани сорок четыре ну сорок три с половиной ну скажем грубо говоря сорок четыре наверное на сорок четыре да на сорок четыре сорок четыре на сорок четыре правильный размер 32 на 32 сантиметра это идет круг вот а полностью ткань 44 на 44 поэтому где-то работа в оформлении так и будет 44 даже даже больше если будет небольшой паспарту какая-то рама широкая надо будет померить подумать ну ладно это уже как бы другой момент другой день буду сейчас на это отвлекать ваше внимание вот процесс закончен он закончен в июле месяце как я и планировала на этом у меня в общем то все желаю вам хорошего настроения хороших летних денечков ну и конечно же до новых встреч пока пока это в Субтитры подогнал «Симон»